Условное возгорание произошло на втором этаже одного из павильонов торгового комплекса «Интерспар». Внутри помещения работала добровольная пожарная дружина. Сотрудники центра вместе с покупателями покидали опасное помещение. В течение нескольких минут на объект прибыли сотрудники МЧС. Цель, которая стояла перед спасателями, довольно серьезная – оценить, насколько торговый центр готов к подобного рода ситуациям. В ходе эвакуации проверялась работоспособность систем оповещения, а также действия персонала комплекса. Оказалось, не все так гладко. У нас было большое желание, требование, чтобы мы могли зафиксировать именно сработку системы пожарной автоматической сигнализации от дымовых пожарных извещателей. Для этого сделали искусственное появление дыма в помещении, в том, где мы определили замечание, что пожарные извещатели были закрыты соответствующими крышками. Для чего это сделано? Пока мы не можем сказать. То есть от данных извещателей система сигнализации логически сработать не смогла. После детального осмотра сотрудники МЧС вынесли администрации торгового комплекса несколько предметных замечаний, в числе которых качество работы вентиляционных шахт. В целом специалисты объекта имеют неплохую подготовку и в случае чрезвычайной ситуации готовы грамотно провести эвакуацию. Руководство торгового центра было рекомендовано создать безопасные условия и устранить нарушения, не дожидаясь проверок. Халатность и безответственность могут привести к непоправимым последствиям. Владеют ситуацией и брещане, держа во внимание главное правило, не паниковать. Это опасность, это беда. Мы все-таки люди уже взрослые и понимаем, что это вещь очень серьезная. Поэтому мы быстро, благодаря нашему директору, ее сложенным действиям, ее, мы очень благодарны, конечно, из-за все. В общем, стараемся. Главное, чтобы такой беды не было действительно никогда. Это же все в правилах безопасности. Это все для нас. Если где-то происходит какое-то возгорание или что-то такое, какая-то случилась беда, должны предупреждать. Конечно, очень хорошо, когда оповещение происходит. Анастасия Ноздрин-Платицкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.